МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Мы в Киеве, матери городов русских. За мной святая София Киевская, а наш путь лежит в Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру и в Киево-Могилянскую Академию. Здравствуйте! Мы сегодня в гостях у владыки Илария. Поскольку титулов много, я представлю по бумаге. Епископ Макаровский, председатель комитета по биоэтике и этическим вопросам при Священном Синоде Украинской Православной Церкви, ректор Катехизаторской Регенского Духовного Училища и Конописной Школы Киевской Епархии, преподаватель Киевской Духовной Семинарии, а еще кандидат в богословие, вице-президент Международной Академии Богословских Наук. Владыка Иларий, скажите, вот вы все-таки, поскольку возглавляете комитет по биоэтике, это сегодня очень многих трогает, скажем так, пугает в какой-то степени, поскольку мы с этим связываемся каждый день, чем чаще, тем больше вот это столкновение происходит. Давайте перечислим, вспомним те вызовы, которые поставлены сегодня биотехнологиями, напоминающими некую лавину, идущую с гор. Ну, во-первых, естественно, безусловно, аборты. Потом эвтаназия, оплодотворение инвитро, трансплантология, манипуляции с клетками, клонирование, что-то я еще, может быть, забыл, вы дополните. Вот эти угрозы есть. Скажите, какие из этих направлений, на ваш взгляд, в Украине самые тревожащие, скажем так, вот именно с точки зрения церкви православной, какие тревожи православной церкви? Ну, в данный момент на Украине очень актуален вопрос трансплантации органов. Вот сейчас, если есть люди, которые следят за этим, то они заметили, что он широко обсуждается и в прессе, и на телевидении, вот, в медицинских кругах, даже в политических кругах. И для нас сейчас этот вопрос самый актуальный, который мы стараемся рассмотреть с позиции православной церкви, с позиции нашей христианской морали. И в меру своих сил занимаемся вот как раз этим вопросом. Недавно, вот, буквально неделю назад у нас проходило заседание комитета победики, где как раз вот мы рассматривали этот вопрос и приняли определенные документы и также обращение к конгрессу победики, который у нас планируется вот осенью, чтобы там был поднят этот вопрос, потому что в повестке дня этого конгресса как раз вопрос по трансплантологии органов отсутствует. Мы говорим сейчас про трансплантологию органов, оставляя пока вот вопрос, допустим, со стволовыми клетками отдельно, как бы мы отделяем его от этого, да? Ну, вопрос был, какие актуальные, вот сейчас для нас это самый актуальный вопрос, который не искусственно мы там актуализируем, а который сам по себе вот в нашем обществе сейчас стал актуальным. А вот я позволю процитировать, вот в Украинской Православной Церкви я знаю, что идут некоторые споры даже, вот по крайней мере то, что вот удалось прочитать в интернете, что вот архиепископ Лука Коваленко, управляющий Запорожьей Мелитопольской епархией, выступил в прессе с призывом пропагандировать трансплантологию донорства органов. Призыв прозвучал уже после того, как комитет Синода по биоэтике подвергл архиепископологии обструкции, как сказано в портале религии в Украине, это я цитирую оттуда, да, вот, и дальше идут цитаты. Метод является неоднозначным как с точки зрения христианской этики, так и общечеловеческих ценностей. Это решение, в смысле, вот, комитета, да, и в случае трансплантации органов имеет подтекст своеобразной антропофагии или каннибализма. Вот, а с другой стороны, как бы есть люди, вот, ну, вот, владыка Лука, да, а потом профессор Александр Никоненко вот здесь отмечает, что в Украине делают сотни пересадок почек в год, одно сердце, а нужно, так сказать, там в десятки раз больше, и что презумпция отказа, которая действует сегодня, это имеется в виду отказа, ну, вы знаете, так сказать, отказа родственников завещать, как бы, органы по подсутствию их согласия, вот на это, так сказать, автоматическое. Скажите, действительно, проблема ведь кажется не столько однозначной, ведь вроде бы, с одной стороны, как бы, пересадка органов может способствовать спасению жизни человека. Какая здесь, вот, скажем так, вот, баланс в чем состоит? А с другой стороны, действительно, возникает опасность, мы видим это по международным делам, по той же Югославии, так сказать, прекрасно мы это видим, ну, слышим, точнее, слава богу, не видим, что происходит, так сказать, когда вот возникает, ну, понятно, там еще война шла. Какие здесь плюсы? Там, вот, на одной, на одной, на одной чаше ведь лежит спасение жизни, на другой вот опасность каких-то извращений. Как вот это вот, это сложный, наверное, вопрос, да? Как его? Нет, вопрос действительно сложный, и нужно сказать, что он находится в области христианской свободы, да, который не ограничен какими-то решениями еще, вот, и в любом случае сейчас высказывается мнение, ну, все-таки комитет по биоэтике у нас состоит из представителей как раз медицины, вот, людей с богословским образованием, которые стараются, как бы, рассмотреть с позиции православной традиции вот этот вопрос. И вы правильно сказали, что с одной стороны действительно могут быть спасены чьи-то жизни, вот, но с другой стороны мы знаем, что могут быть, да, и уже присутствуют и злоупотребления в этих вопросах, и как раз здесь опять же встают этические вопросы, вот, которые в той или иной мере зацепают как раз вот нравственные основания. Хотя бы тот же вопрос, вот, о котором тоже очень широко сейчас говорят согласие или несогласие. Смотрите, а вот в Украине, насколько я знаю, разрешены с опыты с так называемыми фитальными клетками, то есть клетками мертвых эмбрионов, причем доводилось читать высказывания некоторых российских трансплантологов и микробиологов, которые чуть ли не завистью смотрят на Украину, как они говорят, поскольку здесь это разрешено, а в России не разрешено, да, как можно вот это прокомментировать, потому что тоже пишут разные, как бы, про эти, то есть, с одной стороны, собственно говоря, соловые клетки получают сейчас не только из эмбрионов ужасным вот этим способом, да, из мертвых, фактически, убитых детей, человека, так сказать, из разных мест, как вот, это немножко другая, так сказать, это не трансплантология, но тем не менее, тоже пересадка вот от клеток, так сказать, как вы на это смотрите, вот, что здесь, какие есть позиции? Ну, опять же, если соловые клетки получают из, там, самого человека, да, вот, и это происходит, как говорится, в ходе, там, лечебной практики, то это вопрос, как бы, еще, ну, такой, к которому можно относиться так или иначе, вот, но если это происходит, извлечение стволок, так, из эмбриона человека, то здесь церковь стоит на четкой позиции того, что это есть где-то убийство. Ну, даже если это, как это называют, абортивный материал, то есть это убитый, фактически. В любом случае, да, это лишение жизни человеческого организма, потому что церковь четко говорит о том, что с момента зачатия это уже не просто, там, деление клеток или зигота, а это живое существо, которое уже определено Богом в жизни. Владыка, вообще, вот, биотехнологии, они манипулируют живым, то есть, скажем так, превращают человека как объект, получается, иногда превращают, то есть, как субъект превращают в объект, то есть, объект манипуляции в некий набор материалов. То есть, могут быть разные, ведь, действительно, разные технологии, но как таковой, когда ты начинаешь оперировать так легко, как бы, да, с теми, что создано было Богом, и вроде как бы с благими целями-то, получается, что, где-то я читал, что одна биотехнология влечет за собой другую, оправдание одной, то есть, как бы, человек запутывается все дальше, 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 оправдывая первый шаг, ему приходится оправдывать второй, третий. Вот, но с другой стороны, как бы, говорят, вы что, церковь, вы что, хотите поставить, встать на пути прогресса, вы хотите не спасать жизни, какой здесь выход, так сказать? Ну, выход всегда заключается в тех же основаниях, на которых стоит учение церкви, да, и не случайно вот основным документом, на котором мы опираемся, в нашей деятельности, это и есть социальная концепция православной церкви, где определены основные вехи, вот, подхода к биоэтике, к критическим вопросам, к медицинским вопросам, и если, опять же, я хочу повториться, есть вопросы, которые допускают, вот, диапазон определенной свободы, то есть четко определенные моменты, в которых церковь не может менять свою позицию, потому что это есть как раз основополагающие моменты, вот, хотя бы вот те же аборты, вот, здесь церковь не может изменить свое мнение, потому что действительно мы рассматриваем это как убийство живого организма, вот, и поэтому здесь церковь, может, для кого-то слишком категорична, может, для кого-то еще какая-то консервативная слишком, но это позиция, которая исходит из основных, то есть онтологических оснований, например, священного писания, где Господь говорит о том, что отъятие жизни, любой жизни, это есть преступление, которое как раз влечет за собой определенные последствия, и в этом отношении, вот, я думаю, что и в других моментах, которые касаются биоэтики, если мы отнимаем жизнь, например, насильно, да, вот, каким-то еще образом, для того, чтобы спасти даже другую жизнь, то это неоправдано, потому что сохранение одной жизни за счет уничтожения другой жизни, это тоже есть такое же преступление. Да, но если не уничтожение, вам говорят, жизнь не уничтожается, ты берешь от мертвых, имеется в виду пересадка органов, мол, что же вы, как бы, скажите? Видите, здесь мы не можем делать поспешных выводов, потому что сами медики спорят о том, а насколько целесообразно вообще брать органы от мертвых людей, насколько они жизненны будут, то есть это не проверено временем, и я думаю, что здесь еще рано говорить о каких-то выводах и результатах, потому что требуется, опять же, как говорят сами медики, с которыми я общался, клинические наблюдения. То есть можно сказать так, что церковь в данном случае выступает вместе с теми, собственно говоря, научно-корректными учеными, то есть учеными корректными в своих выводах, в своих методах, в отличие от ученых, которые, так сказать, на первый глад выдвигают пиар. Таких сейчас много, как мы знаем, но в частности со стволовыми клетками там же шумиха огромная возникла, хотя, в общем-то, степень пользы ее, так сказать, не доказано до конца, да? Получается, что церковь не то, что она, как бы, тормозит, а, собственно говоря, можно сказать так, выступает, как бы, на стороне корректных ученых, то есть добросовестных ученых. Нет, церковь не старается как-то искусственно кому-то препятствовать или чем-то помешать, но действительно мы вместе с медиками, о которых вы говорите, стараемся просто призвать людей к корректной, выдержанной позиции, то есть без поспешности и относиться в первую очередь в любых действиях, да, касающихся вот тех вопросов, о которых мы говорим, вот, руководствоваться тем, что человек это есть живое существо, что человек это личность, сотренная Богом и поэтому требует уважения и бережного отношения к себе. То есть священный дар жизни должен сохраняться. Это главные принципы, вот, за которые мы выступаем. и вот очень многие сотрудники, да, или работники медицины тоже говорят о этом же самом. Поэтому мы не поддерживаем тех медиков, которые как раз, во-первых, отличаются поспешностью и, во-вторых, относятся к человеку, как они вот сами выражаются, как биоматериалы. Для нас это неприятно. А ведь еще есть такие, такого рода эксперименты, ну, например, как киборгизация человека, да, то есть мы знаем там, вот я не помню сейчас английский этот энтузиаст, ну, на мой взгляд, это совершенно сумасшедший человек, который себе там, сам, так сказать, себе вживил чипы, которые управляют, значит, его нервами, там, нервами его жены, там, и так далее, и так далее. То есть это как бы такие проводники вот этого, так, в кавычках говоря, продвинутого движения, которое, оно не имеет вообще как бы к медицине отношение, это уже немножко другую. А к этому, с этим, есть еще чипизация, которая тоже бы вроде бы как с одной стороны чисто прагматическая, там, вот собачкам сначала начали вживлять, чтобы их находить легче, да, а потом вроде как дошло, ну, дошло, и во многих странах мы знаем, что уже сотнями тысячами вживлены чипы, потом как бы в России были присланы, в частности, в Украину, я знаю, но как-то немножко притормозилось это дело. Вот это направление, ведь оно, это уже даже не медицина, да, относится. Ну, я думаю, что у многих людей, да, и в том числе и у людей науки присутствует определенный азарт, когда они готовы идти на риск, на эксперименты, вот, и как бы думать, что они, ну, или хотеть открыть что-то новое, вот, сказать свежее слово в науке. Я думаю, что вот то тщеславие, которое ими двигает, заставляет как раз совершать вот такие вот поступки, вот, может быть, и неожиданные, и непредвиденные, но эта поспешность, она чревата как раз тем, что мы не знаем, какие последствия будут вот этих действий, этих решений, вот, потому что, ну, наука, скорее, это то, что имеет взвешенный результат, то есть, когда ученый человек все-таки старается предвидеть последствия своих действий или открытий, а вот это вот... Так, извините, так когда-то было? Да, да. Нет, когда-то так было, чтобы ученый предвидел? Мне кажется, такого никогда не было. Нет, почему? Были ученые, которые старались, я говорю, старались предвидеть и, ну, оценить, например, отрицательный момент, вот, ту долю или процент отрицательности, который может вызвать, как говорится, их открытие. Ведь мы знаем ученых, которые, видя, что их открытие может привести там или к войне, или к чему-то другому, даже уничтожали результаты. Это вроде как Тесла, вот, по слухам сжег вроде барьера. да, вот, и поэтому, такое было, да, ученые были, соответственно, но есть же так, также ученые, для которых главное достижение, да, вот, главное сказать свое слово, прославиться и так далее. То есть, это люди, которые мало задумываются о том, к чему может привести вот ход их действий, вот, или поисков на поле науки. И поэтому, конечно, это очень опасно и чревато, потому что, я думаю, что люди даже часто не отдают себе отчета, каким результатом, каким последствиям может это привести вообще, как изменить жизнь людей. Вот, и я думаю, даже может быть и не в хорошую сторону. Поэтому, остается то, что было всегда, это призыв к людям науки, да, вот, в том числе и медицины, всегда стараться все-таки оценить направление своих действий и представить, положительно это будет или отрицательно. Насколько это действительно даст возможность людям быть счастливыми или помочь им в их жизнедеятельности повседневно. Скажите, а вот чипизация на Украине как-то она остановилась, потому что про нее понятно, что много и спекуляций там, но с другой стороны, и спекуляции, это ведь не на пустом месте. То есть, в смысле, когда ты читаешь, вот там, сначала сейчас биометрические паспорта, там, то есть все, а ведь, как бы, если просто проследить логику такую, чисто вот логику технологическую, техническую, то действительно, как бы, вот у тебя сначала вместо одной карточки, многих карточек одну, потом вместо карточки тебе, ну а зачем тебе карточки? Ты же потерять ее можешь, раз, чип под кожу. И вот возникает, естественно, ну вот я знаю, что и на Украине многие, особенно и по Чаевской лавре, да, выразили монахи, так сказать, ну некое опасение, скажем так, и протест, и, в общем-то, опасение, и сенот русской православной церкви выражал по поводу развития этих технологий, но опасение, то есть опасение, чтобы это не становилось обязательным, скажем так, потому что, ведь одно дело, когда тебе говорят, ну вот хочешь, пойди, хочешь, нет. С одной стороны, вот сегодня ты хочешь, не хочешь, а завтра уже хочешь, не хочешь, там типа иди, если хочешь кушать, да, там, вот я не хочу, я говорю, вот эта тема такая, она уже настрявшая, может быть, в зубах, с одной стороны, потому что она не любит спекулировать, но ведь это есть, это никуда. Ну, Действительно, эта тема очень много обсуждалась и в русской церкви, и в украинской церкви, и есть определенные решения синода по этим вопросам. И главный принцип, которого здесь придерживается церковь, это то, что действительно все эти действия не должны произвести насильно или принудительно. То есть это должно быть добровольным возглавлением человека. Если он действительно чувствует в этом необходимость или считает нужным для себя, тогда он может добровольно это принять. Но если человек не согласен с этим и не считает для себя нужным, возможным или необходимым это сделать, то он имеет полное право от этого отказаться, потому что в этом и заключается свобода людей. А если это уже превращается в какой-то тотальный нажим, в какое-то принудительное действие, то, конечно же, это противоречит и христианским принципам, и принципам человеческой свободы. Владыка, вот смотрите, сейчас вот этот поток, скажем, и биотехнологии, я биотехнологии беру сейчас в контексте потока аморализма, потому что это немножко разные вещи, но я беру сейчас в контексте, идут на нас все-таки с запада сейчас, да, и Европа уже не та, как какая-то, так сказать, была, вот, может быть, как мы привыкли там или в истории, как бы, вот, христианская Европа, так сказать, во многом она уже в прошлом, увы, к сожалению. В этом контексте православная церковь и русская, и украинская в целом православная церковь, и вообще люди доброй воли, как раньше это называли, там, вместе с католической церковью, с той, по крайней мере, так сказать, частью, которая осталась, так сказать, вот верно вот этим хотя бы, может сейчас противопоставить какой-то, попытаться поставить заслон вот тому самому потоку, ну, расчеловечения, которое идет, пытаются навязать нам в мире. Ну, вы понимаете, что я говорю, под расчеловечением, здесь и, с одной стороны, потели вот моральных критериев, так сказать, вот эти вот гомосексуальные браки и так далее, а с другой стороны, вот эти технологии, которые только внешне чисто технически, а имеют подтекст какой-то такой инфернальный, я бы сказал, да, вот какой-то заслон общий, что здесь нужно делать? Ну, уже в данный момент есть сотрудничество и обмен опытом между, например, католической церковью, православной церковью, вот, и даже протестантскими церквями. Вот, когда совместно представители разных людьми конфессий обсуждают эти вопросы, вот, и стараются выработать какую-то определенную позицию, и это сотрудничество увеличивается, это и обмен опытом, обмен литературой, вот, совместной конференцией, которая проходит, вот, где как раз вот обсуждаются эти вопросы. То есть, однозначно идет процесс, вот, поиска, да, ответа на эти вопросы, и все понимают, что в этом, да, в этих вопросах нужно объединяться и стараться вместе сотрудничать для того, чтобы, ну, как вы говорите, поставить заслон вот этим всем моментам. А на Украине что делается, вот, какие вот, скажем так, чисто есть какие-то вот украинские особенности, вот, ну, противостояния, я имею в виду, может быть, какие-то конгрессы, так сказать, что-то, какие-то совместные действия, еще же усугубляются вот расколом, как бы, да, вот, хотя люди, если они христиане, в душе хотя бы, они все равно не могут не чувствовать, по-моему, все ужасаются тому, что идет, как бы, даже, там, и мусульмане ужасаются, да? Ну, на Украине есть межрелигиозный совет церквей, вот, в который входят многие конфессии, основные Украины, и вот, как раз на этих заседаниях проходили обсуждения этих вопросов, о которых мы с вами говорим, то есть, и была предпринята попытка, как раз, вот, выработки общих положений, даже по некоторым вопросам были приняты определенные решения, обращения к правительству Украины, вот. По какому поводу конкретно? Ну, вот, по биометрическим паспортам, например, там, вот, то, что касается, опять же, насколько я помню, абортов и так далее, вот, то есть, эти вопросы обсуждались, и по этим вопросам были приняты определенные даже документы, и вот в этом, как раз, происходит сотрудничество, которое, вот, является положительным моментом, как раз взаимодействие религиозных деятелей для того, чтобы сохранить в обществе те, вот, нравственные, моральные позиции, которые нам необходимы. Пока автаназию в Украине не пытаются продвигать еще? Нет, вопрос автаназии у нас пока не стоит. Ну, ведь это очень сильно зависит, конечно же, от политиков, да, ведь смотрите, что происходит, например, в той же Молдавии, ну, и в Украине тоже, собственно говоря, но в меньшей степени, я имею в виду, с теми же гомосексуальными браками, когда, ну, Молдавия-то хочет, так сказать, вступить в Европу, так сказать, и говорит, ну, обеспечьте, так сказать, шествие судомитов, так сказать, защитите, сохраните их и так далее, да, хотя народ кричит криком, церковь кричит криком. Такого пока в Украине, слава богу, нету, да, вот, ну, вот, хотя там выплески есть. Это, ну, как бы сказать, если вот смотреть на вот эти технологии, как на орудия, эти орудия, ну, будем говорить, апостасийные какие-то орудия, да, которые применяются, то в этом смысле Украина сейчас как? В конце концов, в Украине гораздо больше верующих, чем где-либо вообще, вот так вот, если в целом брать. Является ли это такой, ну, не гарантией, но щитом, как бы, самим себе защитой? Ведь люди эти молятся. Ну, во-первых, что молятся, и я считаю, что ситуация в Украине все-таки, может быть, положительно отличается от некоторых стран, от других, в которых ситуация, может быть, обстоит гораздо хуже, вот, потому что традиционно большая часть населения Украины являются православными людьми, воспитанными как раз в тех духовных традициях, которые исповедует христианская православная церковь. И поэтому как раз у нас ситуация отличается тем, что большая часть населения стоит как раз вот на позициях именно православных. И благодаря этому и церковь может высказывать свое мнение, и многие люди, да, вот, находясь на своих гражданских позициях, могут выражать как раз вот свои отношения к тем или иным вопросам. — Владыка, я хочу пожелать вам в вашей работе, так сказать, и терпения, ангелохранители, естественно, чтобы мы всем вот в Киеве приехали, замечательно совершенно общаемся, это просто вот, ну, как говорится, вот вся душа тает от того, что и мы сидим в лавре сейчас, так сказать, и говорим, действительно это чувствовать, что это такой мощный центр православия, вот, мирового православия, что... Спасибо вам огромное, спасибо, Господи, вот, и благословите нам дальнейшую душу тоже работу. — Спасибо, Господи, благодарю. Спасибо, Господи. Субтитры создавал DimaTorzok